СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ Ну вот мы, что касается государства, мы эту тему специально не рассматривали. Я думаю, надо на ней остановиться. Государство и прав. Это важные вопросы, актуальные, тем более, что помимо обсуждений, дискуссий, везде надо использовать. И везде может потребоваться. Ну, я думаю, что основное положение о том, что такое государство, всем известно. Что такое государство? Вам известно? Ну, например, монополий на применение насилия. А? Монополий на легитимное применение насилия. Агрессивное? Легитимное. Легитимное. Ну, понимаете, какая штука? Вы тогда в определение государства вставляете право. Легитимное – это законное. Поэтому, как только мы вставляем вот это, то уже мы, так сказать, как бы считаем, что государство подчиняется законам. А на самом деле законы кто формирует? Государство и формирует. А государство их формирует? Или тот класс, чьим государством является это государство? Поэтому давайте мы тут пойдем, так сказать, от простого к сложному. Значит, с чем связано? У нас ведь курс философский, правильно? То есть мы не правоведы, которые читают свои собственные книжки и отрываются, соответственно, от экономической действительности, от жизни и так далее. Само появление государства с чем связано? С разделением общества на классы. С разделением общества на какие классы? На такие классы, из которых один эксплуатируемый, другой эксплуататор. Мы прекрасно знаем, что без государства жили десятки тысяч лет при первобытном общенном коммунизме. А как только началось разделение на классы, на основе роста производительности труда, когда появилась возможность выделиться из общины и с помощью побежденных врагов, противников, так сказать, самим существовать. Причем, как бы все тут были рады противники, которые раньше просто убивались. Иначе не могло быть, потому что если они не могут произвести больше, чем для своей жизни, то в плен их взять бессмысленно. То есть кто их будет кормить? Тот, кто победил, кормить не будет. Тем более надо их еще за ними следить, охранять. Они же совсем не значат, что это люди, которые хуже или менее смелые и так далее. Ну вот они проиграли в этом бою, но они могут брать реванш. Поэтому само появление, как мы знаем, классов, связанность с развитием производительных сил, с тех, что может один человек производить уже продукцию для существования многих. Двух, трех, четырех и так далее. И дальше, так сказать, мы знаем, что весь дальнейший прогресс пока идет таким образом, что люди, занятые материально-производительным трудом, производят продукцию для всего общества. Этого достаточно. Но поскольку они находятся в худших условиях, и прежде всего, если мы возьмем такие этапы, которые мы с вами уже проходили, рассматривали, и они всем известны, можно сказать, что положение лиц материально-производительного труда, оно как бы улучшалось с ходом истории. Правда, так сказать? Можно сказать, вот рабовладельцу. Хотя рабовладельцу требовалось, чтобы этот самый раб не просто ему подчинялся, чтобы можно было его и убить, только тогда он, собственно говоря, настоящий раб. А если нельзя его убить, он не является говорящим орудием. Вот с этой ситуацией рассталось человечество, перейдя к феодализму. При феодализме уже убить нельзя, но бить можно. Лучше стало крепостному работнику, лучше стало, правда? А еще лучше при капитализме. Не только убить нельзя, и пальцем тронуть нельзя. Ну, как бы вы сказали, иначе как на легитимной основе. А на легитимной – это всегда можно дубинкой стукнуть по голове. Так что это не то, что в крепостном праве, когда помещик просто бьет и все. Или там заказывает на сенной, чтобы повоспитывали родными, и потом вернулись снова хозяину. То есть улучшается положение тех, кто создает материальные блага, но они составляют большинство общества, а меньшинство, которое представляет свой правящий класс, должно держать их в повиновении. Ну, а как может меньшинство удержать в повиновении большинство? Которые, так сказать, как люди, они ничем не отличаются. Хотя те, кто держит их в повиновении, начинают считать, что они на самом деле хуже. Особенно вот феодалы, они так и считали, что это... Есть благородные, а есть неблагородные. А раз они неблагородные, то, собственно, судьба их другая. И вот с этим боролись уже буржуазные историки. В известном смысле они вернулись к тому, что было при рабовладении. Потому что при рабовладении рабовладелец отнюдь не считал, что он более способный, или что они ниже. Они были такие же. Ну, раз они проиграли, ну, какой разговор с проигравшими? Проигравшие, значит, должны пострадать. Хотите, они могут просто быть убиты. Поэтому он даровал им жизнь. За это они обязаны ему тем, что они всю жизнь будут на нее работать. Он такую им жизнь даровал, а не просто жизнь. Но он даровал как побежденному. То есть, как бы на правах победителя правящий класс применяет силу принуждения. Так, ну, вы знаете, что именно тогда, поскольку вы эту тему затронули, именно тогда появилось право, римское право. Римское право все зарегулировало, оно сделало свободными кого? Рабовладельцев. И есть еще некоторые свободные граждане, которые ни туда, ни туда не попали. Не попали ни в рабовладельца, ни в рабы. Ну, вот они тоже имели право голоса. И этот период назывался демократией рабовладельческой. А в чем суть демократии? Вроде бы как распространено в таком сознании обывателя, что демократия – это подчинение меньшинства большинству. В данном случае тут рабовладельческая демократия была подчинение меньшинства, рабовладельцев, большинству рабовладельцев. А что касается рабов, они вообще не входили в это понятие. Они не люди, они говорящие орудия, поэтому с ними никто не считает. Вот свободные граждане какое-то количество тоже в это входили. А раз демократия распространяется на кого? Только на правящий класс, то, следовательно, это демократия для правящего класса, и это его диктатура. И вот мы уже обнаруживаем в самом начале рассмотрение вопроса о государстве, когда она исторически появилась, что самое первое государство – это диктатура правящего класса. А что такое диктатура? Вот я сейчас вам задам такой вопрос. Не факт, что вы ответите? Верховная власть. Ну, верховная. Почему она? Верховная власть так хорошо, мягко, а вы такое слово употребляете. Давайте будем ее назвать верховная власть, тогда уж так смягчать, напугать народ. Диктатура. Ну, диктатура, понятие есть такое? Даже на нее должны мы отвечать. Так вот, диктатура, точное определение диктатуры – это власть не ограничена никакими законами. Применительно к рабологическому обществу. Кто создает законы? Правящий класс. Он между собой устраивает обсуждения на форумах, голосует. Слово «голосует» связано с выступлениями. Александр Александрова выступить, сказать, доказать, обосновать и так далее. Вот они все голосуют и вырабатывают. Вырабатывают что? Те законы, которые будут действовать. Поэтому рабовладельцы ограничены теми законами, которые они вырабатывают. Ну, совершенно ясно, что если это те законы, которые они вырабатывают. Это законы ограничены тем, какова воля этих рабовладельцев, какова воля правящего класса. А сам правящий класс тут ничем не ограничен. Поэтому вот это первое государство подпадает под понятие диктатуры, как власть, не ограниченную никакими законами. Ну, я думаю, совершенно, еще даже яснее и прозрачнее это в отношении феодального общества. Тут уже никто ни в какую демократию не играет, хотя мы знаем такие элементы демократии, которые были в Новгороде, в Пскове, так сказать. Ну, кто опять там собирался, как вы думаете? Это какие-нибудь бедные крестьяне или это, так сказать, были те люди, которые имели в своих руках власть над крестьянами. Вот эти люди какие-то элементы демократии осуществляли, но в таком же духе, как было при рабовладении. И были, наверное, какие-то свободные граждане, точно так же, как было это дело в Риме, но по отношению к обычным крестьянам, то есть к подчиненному классу, к гнетенному классу феодального общества, эта власть была тоже диктатурой. В каком смысле? Чем ограничены феодалы? В принятии законов. Вообще эти люди, вот, при феодализме, крестьяне, они никак в принятии законов вообще не участвуют, и даже ни коим образом. Они лишены этого. И, более того, феодалы в это время доказывали, что вообще руководить государством могут только благородные, потому что благородные они учились. Учились управлять с младых ногтей, языки знали, и науку управления, и вообще они были грамотные. И дисциплина у них была, и военное дело, и они все время на службе, и они все время с оружием. А другой класс все время безоружный, и его дело крутить. Хвосты корову, значит, пасти лошадей, возделывать землю, и так далее. Спрашивается феодальное государство, что это ограничено каким-нибудь законам? Нет. Но законы нужны для ограничения действий того класса, который является угнетенным. эксплуатированный, убегать нельзя, подчиняться нужно хозяину, и хозяин имеет право применять телесные наказания. Не надо никуда обращаться, ни к каким органам власти, закон это разрешил, и все. То есть, власть не ограничена никакими законами. Вот переход к буржуазному строю, тем более на волне буржуазных революций, в которых участвовало громадное большинство, можно сказать. Потому что от крепостного права освобождались, освобождался тот класс, который был бесправным. А тут ему дают права. И он освобождается от крепостной зависимости. Поэтому применительно к этому периоду такие понятия, как народная власть, народная революция, они, можно сказать, имеют место здесь. То есть, вот это тот самый период, когда можно такие слова, что в интересах всего народа осуществлять всю революцию, делать. Потому что буржуазия, она не народ, но она возглавила эту революцию, она ее готовила, и народ участвовал. А народ это кто? Народ. И определение народа. Знаете вы определение народа? Народ это вот это непосредственный производитель материальных благ. В данном случае для того периода, к которому мы подошли, рабочие и крестьяне. Вот рабочие и крестьяне, они, так сказать, рабочие, потому что они уже освободились от крепостной зависимости. Но может быть, у них такая угроза была, что они все-таки найдет их тот их хозяин, от которого они как-то ушли, или убежали, или откупились. Падет на них тот же самый рог и тот же самый меч, и они снова станут крепостными. Ну а крестьяне, конечно, все заинтересованы были в освобождении от крепостной зависимости, поэтому это была, конечно, революцией большинства буржуазной. Однозначно совершенно. Революцией большинства. И большинство народа выиграло от этой самой революции. Ну точно так же, как от перехода к феодализму выиграли все рабы. Они перестали быть рабами. Поэтому это крупный такой шаг, великий. Они уже не рабы, они уже не говорящие, они уже люди. Но люди второго сорта. А теперь они люди такого же сорта. Все одинакового сорта. Поэтому это великое завоевание. Поэтому некоторые там так пренебрежительно относятся к буржуазной революции. Буржуазная революция это великое такое дело. Великое событие. Отсюда там декларация прав человека и гражданина. Если ее почитать, то там что имеет право человек делать? У него есть право на жизнь, хотя это довольно странновато, что вы родились и встает вопрос, а право есть у вас на рождение? Может у вас нет права? Так тогда как-то надо или оформить, или вернуться. Право на жизнь. Это странная довольно такая формулировка. Но вот ее провозгласила. То есть в тот период понятно, что никто не может просто взять и убить человека. Вот в этом ее смысл. А так иначе это как-то странно звучит, что человек родился и еще надо право на жизнь оказывается иметь. Это декларация прав человека и гражданина еще на что? На частную собственность и на искание счастья. То есть если у вас частной собственности нет, желаю вам счастья. Идите и ищите. А где вы будете искать? Походите? Походите. И придете куда? К тому, какое есть средство производства и найметесь на фабрику. Нет, вы можете ко мне наниматься у нас у меня мало денег иди вот туда. Ну вы пойдете туда. А мы же тоже договариваемся. Собственники средств производства этот правящий класс быстро сорганизовался и стал проводить единую политику, которая состоит в том, чтобы тот, кто будет, тот, кто из представителей правящего класса будет проявлять либерализм по отношению к рабочим, то есть повышать им зарплату, улучшать им условия труда. Он подрывает общую заинтересованность, общие интересы класса капиталистов. Это из-за того, что вы повысили зарплату, теперь мои к вам перебежали. То есть вы вообще плохой человек. Мы с рабочими воевать не будем. Вам можем сделать так, что вы много потеряете. Может быть и жизнь. Поэтому в самом классе Буразии быстро вызвало стремление не только сражаться с феодалами. С феодалами они сражались очень хорошо, отрубали им головы с помощью гильотины и известные люди получили такой почет, признание во всем мире и в истории. Вот у нас было два в городе объекта. Один объект улица Марата, второй объект это набережная Рыбисфера, наш бывший набожный губернатор, который водил в рабочие дни крестные ходы по Невскому проспекту прямо от Казанского собора аж до Александра Невской лавры, что вообще противоречит духу Буразии, которая считает, что надо работать надо, работать надо, трудиться. По крайней мере и капиталистам нужно быстро набивать карманы, а некуда ходить такими ходами. Но он все-таки успел Полтавченко что сделать? Набережная Рыбисфера это великий буржуазный ревиционер. Мы должны его уважать? Если мы даже не буржуазные деятели, но мы должны его уважать, это он сделал шаг в истории очень большой, крупный. Ну как же так? Вы в Воскресенскую церковь там были, видите, там той набережной. Ну и что была в Воскресенской церковь? Во-первых, у нас воскресенье каждую время. Видимо, государства на это пошли, чтобы Воскресенье было каждую неделю. А слово неделя ведь что означает? Как вы понимаете слово неделя? Ну, это, видимо, день, когда ничего можно не делать. То есть, вот раньше вот этот день, который седьмой, назывался неделя. Это хорошее на кое название. Вот вы работали, работали шесть дней, седьмой неделя. Ну вот и все. А теперь это называют воскресенье. А потом говорят, вот Христос в воскресе, в Пасху недавно произошла. Так он у вас каждую неделю воскресал. Каждую неделю воскресенье Христа. Так это же что получается? Это у вас девальвация самой этой Пасхи. Пасха есть как Пасха большая и еженедельная Пасха, которая девальвировала сам этот праздник. Ну вот, к сожалению, мы же сейчас говорим о исторических случайностях это так бывает. Ну, сложилось так, как говорится. Ну, как раз сложилось, так сложилось. Ну, зачем же вы, скажем, гражданин Полтавченко? Он же не из КПСС, не руководитель КПСС, не коммунистической партии. Ну, чего, с какой стати он как губернатор вдруг отказывается от имени буржуазного революционера? Ну, надо уважать свои, если это буржуазная власть, сейчас власть какая? Буржуазная. Ну, вот надо уважать по крайней мере своих буржуазных действий. Вот Ленин тот стоит у Невы, его взорвали пальто, частично, порвали, город семь миллионов заплатил и починил это пальто. И он опять стоит. Некоторые говорят, вот ничего, как эта власть допустила такое безобразие. Ну, все починили, успокоились, все думали, что его укрыли, закрыли деревянным забором, никогда уже не откроют, открыли, все хорошо стоит Ленин. Почему? Художественной памяти. Вам может Ленин не нравится, а памятник хороший. Или, скажем, у Смольного есть памятник Ленин очень хороший тоже. Считается выдающимся, так сказать, творением искусства. На нем написано диктатура Батериата 17-27-й. Кто имеет пропуск в Смольный, тот имеет возможность почитать эту надпись и постоять перед памятником. А вы пойдете, вас не пустят, потому что там сейчас загородочка перед Смольным, и раньше туда был так, свободный проход до дверей. А теперь сделали. Чтобы к Ленину подойти, надо иметь от буржуазной власти какое-нибудь удостоверение. Вот с таким удостоверением можно подойти. Поскольку у меня есть удостоверение для, так сказать, прохода в Смольный, как аккредит, поскольку газета «Народная правда», где главный редактор аккредитован в Смольный, вот я могу подойти к Ленину. А вас уже, так сказать, дискриминация. А вы простой человек, вы не можете уже подойти. Вот охраняет как власть. Там попробуй его, там его никто не взорвет. Ну так, по-тихому могут исчезнуть памятники. Например, в Таврическом дворце, как заходишь, слева стоял. Памятник, а потом вроде открыли после зимы, а памятник уже и нет. Или, скажем, у нас тут большие были дебаты, пикеты были по поводу памятника на Московском вокзале. Ленин уезжал в Москву вместе с правительством. Правительство уезжало, и там взял такой рядовой, можно сказать, памятник, бюст. Его убрал Собчак. А мэр Москвы наоборот, его не убирал. Почему? Потому что Ленин привез правительство в Москву. И Москва не за худалом стало городом, а столичным. А увез от Собчака в столицу. И поэтому Собчак тут руководителем был, мэр. Но уже как вот это по не столичному города. Это сейчас пытаются ему придать столичный какой-то характер. Вот один суд перевели, еще Верховный суд будут переводить. Ну вот он увез. А раз увез, его и сняли. А пришел товарищ Собянин, у которого, так сказать, которому не привозили никакую правительство, он, так сказать, затеял ремонт большой. И после этого ремонта не встал. Ну то есть, как бы, если убирают Ленина, то как-то по-тихому. То есть, неприлично для буржуазной власти просто взять и какие-то памятники разгромить. Или, скажем, вот где народ в Крыму собирался для того, чтобы, так сказать, решить вопрос о присоединении к России. Ну, посмотрите кадры, фильм есть соответствующий, там показано и президент как в этом участвует, и народ как в этом участвует. Народ собирался около памятника Ленина в Крыму. И наоборот. А что делают там люди, которые сотрудничают с американским капиталом и подчиняются ему на Украине? Они, значит, громят эти самые памятники Ленина, хотя самостоятельность Украина получила благодаря Ленину. Поэтому они должны вышиванки одевать и особо ухаживать. Короче говоря, это другой вопрос. Как уже государственная власть должна относиться? Ну, с учетом что прогресс, что регресс. Исторически подходить, а не по принципу личной привязанности и непривязанности. Ну, стоит у нас Петр I вам мешает Петр I? Мне не мешает. Я знаю, что он феодал. И он, кстати, многих повесил и казнил и так далее. Ну, что делать? Поэтому, а у нас вот на площади Мариинского, на Исаакиевской площади тоже вот царю памятник стоит. Хороший же памятник. Выдающееся творение. Ну, кому в голову придет взять этот памятник? Никому в голову и не придет. И все с ним считаются. И при советской власти он стоял, и при буржавной власти он стоит. А буржавная власть же против царей. Ну, ничего обошлась. Ну, вот почему-то надо было напасть на Робескера. Короче говоря, это отклонение. А вообще, какие возможности у буржуазии осуществлять свою власть? Она должна государство создать? А иначе никакой прибыли не будет. Эти будут же много, большинство у вас. Вы все, так сказать, поступите на работу и будете требовать зарплату. Пока поступаете вы сговорчивы. А как только у вас соберется там толпа на заводе, тысяча человек, десять тысяч человек, это вы же будете требовать, и это невозможно делать. Что мы, какие есть средства от этого? Во-первых, надо посчитать, сколько рабочих мест, сколько работников. И сделать рабочих мест меньше. Правильно? Вот кто из капиталистов будет от этого отступать и будет делать больше, тот будет иметь дело с объединенной силой цикл капиталистов. Поэтому во всех капиталистических странах, без исключения, рабочих мест меньше, чем рабочих. Как вы думаете, такая дура в буржуазии, что она не может посчитать количество рабочих мест? И она просто ошибается? Нет, она не ошибается, потому что должны быть гири на ногах у тех, кто идет на работу, чтобы вы знали свое место. Получите своем и своей рабочей силой в лучшем случае. Будьте здоровы. Остальное вас не касается. Вы продали по стоимости, по стоимости. Здесь какой закон царит? Стоимости. Это честно. По-честному. Я купил ваш труд, вашу рабочую силу по стоимости. А то, что сверх того, это уже потребительная стоимость. Это не по стоимости. Это вас не касается. Я потребляю 8 часов вашу рабочую силу. А то, что она обладает способностью задавать больше, чем пошло на вашу заработную плату. Это тоже вас не касается. Какая есть это? Природа такая. Вы тут при чем? Так природа сделала людей. Короче говоря, это вот одна задача. А вторая задача, ну как еще? Все равно даже, если вы сделаете безработицу, это мало. Все равно будут требовать, вот те, кто работает, их все равно большинство, а безработных меньшинство, все равно нужно тут силу применять. А чтобы применять силу, надо, чтобы были установлены законы. Что такое право? Давайте лучше выскажите. А? Ну, лучше выскажите. Я лучше, чем Маркс, не скажу. Я тоже могу сказать, а пусть лучше, чем Маркс скажется. Я человек маленький. А Маркс сказал, что право – это возведенный закон воли господствующего класса. Вот я всякий открывал эти юридические документы. У меня и звание профессора по кафедре экономики и права. Поскольку я на такой кафедре был, когда решался вопрос о присвоении звания. Вот, так что я уж… Нельзя сказать, что я специально какие-то правовые вещи, так сказать, изучал, но самостоятельно мне пришлось это изучать. Право – это возведенный закон воли господствующего класса. самое короткое, самое блестящее и самое точное определение. Почему? Потому что правящий класс имеет возможность издать такие законы, которые ему нужны. Почему? Потому что вся буржуазная власть держится на основах демократии. А что такое демократия? Изначально она была властью меньшинства. А здесь по форме она власть большинства. А большинство какие идеи имеет в голове? Вот тут вот мы уже с вами знаем из теории философской, что в силу определяющей роли, которая имеет материальное производство, идеология идея господствующего класса является господствующей идеологией. У кого в руках средство производства, кто является правящим, а у того в руках и все другие рычаги. Как это на практике получается? Очень просто. Мы вот, если я принадлежу правящему буржуазному классу, а вы нет, у кого больше денег, у вас или у меня? Вот ваши эти самые листочки выбранные вот так будут висеть, мои будут висеть биллборды большие по всей стране. Вы будете подписи собирать, возможно, не успеете, скорее всего, не успеете. А у меня будут студенты работать во всех станциях, метро, им по 5 тысяч в день буду платить, и им быстро соберут все подписи для того, чтобы меня зарегистрировать. У вас даже мало кто пройдет эту регистрацию. Сразу на этапе регистрации отпадают очень многие. Это решается очень просто. Мало 5, ну 10 заплатим. Если миллиарды мне это бросить по 10 тысяч на студентов в день, ничего не значит. Вот Прохоров, как вел свою компанию, он же быстро собрал. И какие-то пустые биллборды сделал с глубокомысленными изречениями бессмысленными, но с виду глубокомысленными. Он пролетел. Ну, подумаешь, пролетел, потратил там 2 миллиарда. Ничего страшного. Если у вас есть 2 миллиарда, идите тоже выдвигайтесь президентом. Нет 2 миллиардов. Можете тоже попробовать в бизнесу убедиться в том, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Значит, кто победит на выборах? Поскольку через выборы решается вопрос потом о власти, о законах, правильно? То есть все законодательные органы избираются. И даже исполнительная власть тоже избирается. губернаторов избирают, иногда назначают. Президента избирают. То есть кто должен победить на выборах, если господствует буржуазная идеология? Ну, буржуазия победит. А что значит буржуазия? Ну, не прямо буржуазия. Никто не говорит, что буржуазия победит. Победят буржуазные партии. Какие? Сколько у нас буржуазных партий? Три. Больших. Маленькие там мы не считаем. Ливая Россия и ЛДПР. Это, так сказать, так это власть трехпартийная? Вообще-то власть даже у нас однопартийная. У нас 70% в Думе Единая Россия. Ну, мало ли, всякое бывает. У нас же не сразу была Единая Россия. Вспомните, у нас был Наш Дом Россия и Отечество было две партии буржуазии. Потом они слились в одно. И вот так получилось три партии. А вот в Соединенных Штатах Америки там две партии. Ну, они представляют какой класс? Один. Один класс договаривается, вы будете против меня сражаться, я буду против вас сражаться, а вот там народ сидит, пусть думает, что мы сражаемся за народ, а мы с вами заодно. Ясное дело, что это, но если там в Соединенных Штатах Америки у них этот самый двуглавый дракон, то у нас змей трехлавый. Если одну голову вы как-нибудь срубите, вдруг вам удастся, то еще две головы останется, от этой две головы точно тебя съедят. Поэтому, вот скажем, пенсионную реформу, вот это было, это очень хорошо видно, что поскольку 70% есть в Единой России, это точно пройдет. Потом, что тут народ выступал против этой самой, против этой пенсионной реформы? Он в Единую Россию депутатов всех избрал, а мы что, сами пришли туда, в законодательные органы, в Думу, а они пришли как? Только методом избрания. Вы, наверное, не ходили на выборы или не голосовали за Единую Россию, но во всяком случае избрали. Народ избрал, получил то, что ты сам предвидал. А поэтому, поскольку 70% там депутатов, то можно дать возможность ЛДПР и Справедливой России выступать против. Почему? Потому что им нужно ввести выбранную кампанию, чтобы они не выпали из этой обоймы, чтобы все-таки дракон был трехглавый и всегда была альтернатива. Я вот вам такую альтернативу предлагаю. Утопиться, удавиться или повеситься? Три вида. Пожалуйста, выбирай. Некоторые так и понимают, свобода – это выбор из чего-то. Ну вот, и тут получается, что из-за вот этой свободы буржуазной и буржуазии приходится тратить деньги на организацию выборов. То есть, это так и нудно и трудно, что она иногда прибегает к чему? К открытой террористической диктатуре в империалистический период. Наиболее реакционных, наиболее шеведистических элементов финансового капитала. А финансовый капитал – это банковский, сращенный, с промышленными, господствующие над промышленными. Не какие-нибудь там вот эти банки, которые на посылках у какой-нибудь крупной компании, вроде «Газпромбанк», там, еще какие-нибудь, у «Лукойла», может быть, банк свой и так далее. «Газпромбанк». Нет, это банки, которые стоят над этим. Ну вот попробовала буржуазия и получилось плохо. Выиграли буржуазные классы Германии, Италии и Японии от такой попытки. Ну Япония как бы она к фашизму не переходила, у них император, а вот Италия и они как бы так в духе феодализма ввели свою буржуазную политику, но присоединились к поддержке фашизма, там неизвестно потом как бы развивались события, если бы фашизм победил в мировой войне. Но он не победил. И скажем, тот же самый Советский Союз участвовал в борьбе с фашизмом, не только его роль в том, что он защитил собственную страну и собственный народ, но он помог более прогрессивной буржуазии, ту реакционную буржуазию, которая вообще не хотела ни голосований, ни выборов. Дескать, банкам и так все ясно. Если я банк, я знаю, сколько у вас денег. Сколько у вас на карточке, как вы, сколько и когда берете. А если у вас есть онлайн карточка, то вы сразу видите. Но не только вы видите, и банк же видит. Вот вы снимаете, а вот вы и переправляете, вот вы и передвигаете. Поэтому ему думы не нужны, и законодательные собрания не нужны. Но приходится вот из-за того, что фашизм тоже плохо, как выяснилось. Плохо. Причем для кого? Для правящего класса. Кто правящий класс Германии пострадал. Больше всего. Пострадали, конечно, как всегда. Если правящий пострадал, то и гнить он не само собой пострадал. Но вот больше, так сказать, как правило, к фашизму не переходит. А используют его во внешней политике, безадически. Скажем, ну, если там надо на Ливию напасть, на Ливию нападут, и уничтожают, не спросясь, ни с какими нормами не считаясь. Надо на Ирак напасть. Взяли и законно избранного легально, легитимно избранного президента Ирака, повесили. И казнь, это повешение сняли на мобильный телефон. А внука застрелили на всякий случай. Вот это Югославия не понравилась. НАТО взяли и прилетели на самолетах. Бомбили, 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 бомбили. И разбомбили Югославию на несколько частей. Теперь нет в Югославии каждой из этих стран никакой серьезной роли в международной политике уже играть не может. Вот и хорошо. Для кого хорошо? Ну для того, чтобы бомбил. Поэтому еще раз я возвращаюсь к определению диктатуры. Диктатура это власть не ограниченная никакими законами. Поэтому можно сделать такой общий вывод, что сущность государства диктатура правящего класса. Сущность. А форма это другое. Особенно. Вот вы едете сейчас в темном, а я в светлом. Да я специально одеваю в светлом, поскольку мне надо вас привлечь в свою веру обратить. А вы в темном, все равно я не буду ваши слушать, говорите, что у меня есть в голове, то и буду думать. То есть форма это форма, а сущность это сущность. мы говорим о сущности, а по форме нет, по форме тут голосование, приходите на выборы, все заинтересованы, хотя норма на всякий случай сделана такая. У нас, помните, было 30% надо, чтобы пришло, чтобы голосование было законно, потом 20, а потом 20 не набирается. Давайте снимем форму. Вот если сейчас придут на выборы президента Медведев и Путин, состоявшиеся выборы по закону легитимны. Нет ограничений. Вот все остальные будут сидеть дома и смотреть. Ну смотрите, выборы состоялись, потому что в законе написано, снят этот барьер. Нет барьера такого, сколько должно прийти. Ну мало ли, а вдруг мы вас знаем, возьмете и не придете, но мы нас все-таки, поскольку легитимность понимается двояко, с одной стороны как законность в буквальном переводе, а еще легитимность такое, что все законно, но говорят, ну и что это законно, а все равно мало за вас голосовали, вы опираетесь на узкое чинюзкое меньшинство, будут бузить, кричать, что мы не признаем, долой это дело, чтобы этого не было, все-таки стараются правящий класс собирать, ну и успешно собирать. Успешно удается ему собрать 60-50% красота. А для этого нужно все время делать концерты. Вот когда, скажем, в Думе, когда тут была пенсионная реформа, рассматривалось, когда Жириновский просто жег напалмом все там в Думе, вы ограбили пенсионеров, ветеранов, набрали себе деньги, миллиардов, отдайте все эти деньги, отдайте они не ваши деньги и так далее. Это он все время ведет свою выборную компанию. Вы знаете, что вот вешать в выборную компанию призывы голосуйте за ЛДПР не ли я. А они делают по-другому, они пишут, вот в электричках едешь, написано ЛДПР. А ничего мы не призываем, может ЛДПР плохая, а вы уж сами решайте хорошая, она плохая. Ну и вот вы едете на участок ЛДПР, вы едете с участка ЛДПР, или вы едете на машине, и в другом большой группор, написано ЛДПР. Нарушено право? Нет. Ничего плохого тут не говорится, и хорошего тоже ничего не говорится. Просто есть такая партия, есть такая партия, она думает о вас, а вы думаете о ней, а как вы можете не думать, потому что человек так устроен, он смотрит, вот он ходит по сторонам ЛДПР, что смотрит, все, то вижу, то я и пою. Поэтому тут много всяких разных впечатлений, но главное состоит в том, что все рычаги для формирования общественного мнения, ну, прежде всего телевидение, которое смотрят сотни миллионов человек, телевидение, а вы можете в интернете выступить с альтернативой с любой, можете всех раскрескивать и категорически против выступить, и вызвать за собой, идите, зовите, это никого не волнует, у нас свободу, более, да вот я, скажем, если я представляю правящий класс, я скажу, вот видите, мы даем же Иванову, Петрову, Сидорову, он что хочет, может говорить в интернете, только, не надо какие-то там, с матом не надо выступать, не надо конкретно нападать на государственных лиц, которые при исполнении, вы отстаивайте, куда вы народ зовете, зовите, куда хотите, все равно вас мало услышат, а куда мы зовем, это больше услышат, зачем нападать на людей, которые что-то там выступают, говорят, и так далее, вот мы запишите любой, любой, так сказать, ролик, и пусть он у нас там болтается, и считайте там сколько тысяч, у вас будет там 20 тысяч, а у нас будет 100 миллионов, ну, это и, собственно, соотношение, поэтому это представляет угрозу? Нет, это наоборот, мы как раз показываем, что у нас каждый имеет свободу, выбора, бери, за кого хочешь голосуй, кого хочешь выбирать, и все время кто выбирается, а все время выбираются представители правящего класса, скажем, вот КПРФ, она альтернатива? Нет, какая она альтернатива? Она, во-первых, предлагает свою кандидатуру, предлагала свою кандидатуру на пост президента, а президент кто такой? Это высшее должностное лицо в системе диктатуры буржуазии, это даже хорошо было бы, если бы какой-нибудь коммунист был бы, из коммуниста стал бы президент, и он бы осуществлял диктатуру буржуазии, да они с тобой коммунисты бы признали, что надо, вот воля народа в том, чтобы коммунисты из своих рядов дали, тем людям, которые за коммунизм, приятнее будет, если будет президент буржуазной стороны, осуществляющий буржуазную диктатуру, и сам коммунист, хорошо же, хотя, хотя, как известно, есть такая история с вхождением во время, в правительство во Франции буржуазной, когда социалисты отправили своего представителя во Францию, Мильярана, ну и вот этот вопрос Ленина рассматривал, ну вот он говорит, поскольку он в правительство идет, а не в парламент, в парламент все могут идти и там выступать, разоблачать, организовывать, идти за мероприятие, и они имеют непрекосновенность, это хорошо, это хорошо, а это для всех хорошо, для них хорошо, что они это делают, а буржуазе показывают, вот видите, он против меня ничего говорит, и я ничего, у него полный непрекосновенность, я даже не могу его в тюрьму посадить, а надо бы, но не могу, почему? Потому что для нас дороже всего закон какой, который мы и принимаем, надо, чтобы этот вот закон позволял нам осуществлять диктатуру, но при том, что вы можете при этом говорить про меня все, что хотите, все, что хотите, можете сказать, вот скорый экзамен, можете еще сказать до экзамена, но вы, предпочтете после экзамена сказать, я знаю вас тоже. У нас же государственный университет, государство, это что? Это власть не ограничена никакими законами, а если что, не так на экзамене, то вот, скажем, комиссия соберется потом, в которую вы обратитесь. Комиссия будет из аспирантов или из преподавателей состоять? То есть, как все опять у них все продумано, и что, вот как-то надо закончить эти все экзамены. Я вот, когда сдал последний аспирантский экзамен, наконец вдохнул глубоко. Больше никому не надо сдавать, а так вот, вы все должны быть в каком положении, что это тут как бы умный сидит, а вы вроде как вот бедный крестьянин, пришли, бесправный, потому что я экзамены, когда буду принимать, это точно как вот помещик. То есть, никто вас не спрашивает, даже не скажет, почему я вам поставил ниже. но если бы это по-буржуазному, я бы это должен сказать, потому что вот оно не так, это не так. Ничего ей никто не объясняет на экзаменах. Дескать, вы сидите и молчите, ваше дело, рот открыли, бумажку дали, все, мы вам ставим сейчас тройкой, тройкой будем решать. У нас уже тройка заготовлена, и тройкой будем решать, а вы будете один. И братья ваши по разуму тоже будут униточку. То есть, это интересный такой рассмотреть достаточно глубокий и ясный анализ, чтобы люди не были такими наивными. Наивными, то есть, пожалуйста, занимайте любую позицию. Но не надо быть наивным человеком и думать, что в буржуазном обществе решает большинство. Большинство уже идет на выбор, имея в головах буржуазную идею. Или там, вот чем еще отличился наш КПРФ. КПРФ отличилась тем, что она выделила миллионера. Это тоже хорошо. Если коммунистическая партия будет выделять миллионера, это да. Это значит, что раньше за миллионера голосовали миллионеры. Это и те, кто хотят стать миллионерами. Но это уже не сильно голосовали за миллионера, потому что они сами хотят стать, а вовсе не продвигать того, кто уже миллионер. поэтому, а вот если коммунисты будут предлагать миллионера, это то, что надо. Как раз этот весь электорат, поэтому КПРФ очень нужна в Думе. А вы в курсе дела, что по закону о партии, всем этим думским партиям денежки платят государства? В курсе дела, сколько за голос? Знаете, подушно. За одну душу, проголосовавшую за эту партию на выборах в Думу. Вот на выборах президента не платят. На выборах в Думу 152 рубля. Вот если за моих проголосовало, если я в Единой России и проголосовало 152 рубля и, скажем, голосовало 10 миллионов человек. Сколько? 152 умножить на 10 миллионов миллиард пятьсот двадцать. Ну, а если проголосовал один миллион, допустим, за КПРФ, КПРФ получит 152 миллиона. 152 миллиона не валяется на дороге? Правильно? Это 152 миллиона это чтобы можно было снова воспроизводить сидение в Думе этих сидельцев. Тем более, что они совершенно не опасны. Вот скажите, пожалуйста, вы же знаете, что каждый депутат Думы имеет право законодательной инициативы. То есть, может выйти законопроект. Вот, ну, понятно, почему из ЛДПР никто не предложил альтернативу тому проекту, который внесло правительство. Понятно, почему. У них там, понятно, что у них партийная дисциплина. То есть, простите, классовая дисциплина ЛДПР. Понятно, почему Миронов. Вот он тоже жег. Очень хорошее выступление, показывает негодная реформа. Но если негодная, так вы годную это предложите. зачем вас избирали в Думу? У вас целая фракция, там столько депутатов, каждый может предложить свой проект. Предложили? Нет. А президент мог предложить другой проект, если он не согласен с тем? Он предложил? Нет. У него есть право законодательной, он не предложил. То есть, они прекрасно прошли первый этап, а на втором этапе уже только можно поправки. И вот тогда президент внес поправки. То есть, альтернативы у него не было. Это безальтернативная позиция, полное согласие президента и правительства. В основном. Ну, по частности, это всегда бывает внутри своего класса. Конечно, надо разобраться. Вот такая картина у нас получается, если мы рассмотрим этот процесс в его являющихся формах. А в итоге, а по сущности, а по сущности что мы имеем? Диктатуру буржатного класса. Дальше. Ну, хорошо. А вот была революция социалистическая. И что она? Была установлена власть советов. А власть советов, она что? Она без классовая, что ли, власть? Какой класс пришел к власти? Два класса пришло. Вот если это рабочий класс и крестьянство, это какого класса власть? Это называется буржуазная революция. Почему? Потому что крестьянство это мелкая буржуазия, а рабочий класс это рабочий класс. Вот если это двух классов и крестьянство большинство, то значит это власть буржуазная. Поэтому такая есть у Ленина статья две тактики социал-демократии буржуазной революции. Вот тогда выступали за власть рабочего класса и крестьянства, поскольку буржуазия уже реакционная была, она не хотела даже свою власть устанавливать рабочего класса и крестьянства при гегемонии парольтрята. А гегемония и диктатура вы различаете? В чем разница? Гегемония это просто преоплодание? Нет. Вот если у меня диктатура, а у вас гегемония. Это очень хорошо. Вы гегемон, идите впереди. Ну там могут всякие, а вдруг там минное поле, потом можно ноги сломать, шею себе сломать, свернуть. Идите впереди, вы гегемон. Гегемон, гегемон это идущий впереди. А диктатура, я вам скажу, куда идти и где повернуть. И особенно я туда пошлю поворачивать, где это не ясно, чем кончится. Потому что если плохо кончится, я туда не пойду. Зачем я туда пойду? Поэтому это не одно и то же. Ну вот мы сейчас с вами разбираемся в понятиях. Это же философия у нас. Философы, они должны же в понятиях спокойно разбираться. Их так просто не обведешь вокруг пальцев. Они не просто слушают красивые такие побрякушки, они берут смысл. Смысл гегемония это вот впереди. Но иногда класс действительно идет впереди и увлекает других. Это другое дело. Вот он увлекает. Тут мы сейчас говорим не об увлечении, а о государстве. А государство это что такое? Это организация насилия для осуществления политики господствующего класса. Он потому и господствующий, потому что он, так сказать, устанавливает те законы, которые надо. А как вот это происходило? А как происходило после пролетарской революции в 17-м году? Еще вот появился орган демократической власти такой, Советы. Второй съезд Советов назначил Совет Народных Комиссаров. Но ему предшествовало что? Этому самому Совету? Совет собрался и решил? Или сначала было вооруженное восстание, а потом Совет решил? Было вооруженное восстание и по итогу восстания были доложены Второму съезду Советов. Правительство буржуазное арестовано, оно находится в Петропавловской крепости, полной целости и сохранности и предлагается избрать Совет Народных Комиссаров. До этого еще днем сидел товарищ Ленин на Сердобольской улице на углу рядом с Ланской, на углу с Большим Самсонинским проспектом. И там сейчас стоит бюст Ленина и надпись отсюда Ленин пошел в Смольнин. Они с рабочим пошли ночью. Пришли и вот Ленина там избрали. А как вы думаете, планировалось, что его изберут или так не планировалось? Правда, тут риск был, что идут могут арестовать, могут и убить по дороге. Ну, революция такая. Революция же. Короче говоря, значит, избрали Совнарком. Этих отпустили правительство. Они под честное слово. Допустим, вы член временного правительства. Будете бороться против советской власти? Ну, вы сейчас думаете, что ответить. Вы понимаете, тут все вооруженные тут со мной, а у вас оружия нет. Будете бороться против советской власти? Не будете. Честное слово даете? Вот честное слово и все это честное слово соблюлили, кроме одного Краснова. Взял, конечно, этот, который тоже был арестован, с ним Ленин разговаривал, он дал честное слово офицера. честное слово офицера надо жверить. Хоть он и белый офицер, он же не может переступить. Он взял и поехал на дом и организовал Белую гвардию. Его англичане поймали во Вторую мировую войну и передали нашим войскам. Наши войска его, конечно, повесили. Почему? А за что его повесили? Что он против советской власти? Нет. Не поэтому. Против советской власти мало народа выступало. Ну и что? При социализме выступали люди против советской власти некоторые. И ничего из этого не следует. Выступали, говорили. А он слово офицера не выдержал. Ну и повесили его. Не надо слово офицера бросать просто так. Вот. Короче говоря, а дальше, а дальше, ну вот этот съезд разъехался второй, а закон и как тогда. А конституция была? Нет. Диктатура пролетариата была в такой непосредственной форме. Диктатура пролетариата, вот власть осуществлялась. А кто ее осуществлял? Совет народных комиссаров, который получил эту власть от кого? От второго съезда Советов. А второй съезд Советов от кого получил власть? От Петроградского гарнизона, который организовал, и от большевиков, которые уже все, у него была власть, он власть передал Совет народных комиссаров. И разъехался, а закон надо принимать? Ну ничего, по временной схеме. Какая временная схема? Как назывались первые законодательные установления в советской власти? декреты? Декреты. Вот женщины до сих пор знают, я ушла в декрет. Какой декрет? Декрет, который был тогда о том отношении матерей, работниц и так далее. Декрет о рабочем контроле, а земля передавалась крестьянам, декретом тоже взяли. А как передают? Сам вот сказали, берите, все забирайте у помещиков и делите по едокам, как вы и просили. То есть декретом закрепили то, чего требовали крестьяне. Вот это сейчас говорят большевики, они отнять и разделить. Во-первых, у кого отнять? Отнять у помещиков землю и разделить. Но это в большевистскую программу не входило. Большевистская программа потом стала реализовываться по рекординациям. Вот то, что вы разделили, ну теперь давайте соединим и получится кооператив. Ну не отнять, а собрать, соединить и планомерно направить в общих интересах. Получилась кооперативная форма общественной собственности. Но я обращаю внимание на то, что это диктатура, вот форма ее, она сейчас одевалась, оформлялась. Потом, что было раньше, советская конституция или советская власть? Советская власть раньше конституции. Вот это насчет легитимности. Какая легитимность? Да, это новая власть объявила всю ту законность незаконной. Ее нету. А как она ее объявила? Силы. И так в любую революцию. А что во Франции? Великая французская революция. Она что, по закону проходила, что ли? По феодальному? Да ну что? Ну а эти, которые набежали на древние могучие владельщики государства, германцы, и там поуничтожали их. Они что там? Спрашивали легитимность какую-нибудь? Да ничего подобного. Это все разговоры. На самом деле, значит, если это революция, она не излагает одну законность и утверждает совершенно другую законность. Вот она установила и пока еще правительство вообще закон это в принципе не должно издавать. Ну как вы считаете, это не совсем нормально, да? Правительство советское издавало декреты. декреты еще собирали учредительное собрание, большевики пообещали, соберем учредительное собрание. И вот наступило это время учредительного собрания, подготовили совсем другую декларацию. У в Ургазии декларация была прав и гражданин, а тут подготовили декларацию прав трудящейся эксплуатируемой народа. А что имеет право трудящейся эксплуатируемой народа? Устанавливать свою власть на всей земле. Так? И в этой декларации проглашено, что не может быть никакого угнетения человека человеком, и частная собственность меняется общественной. потом кто организовал учредительный собрание? Большевики, они организовали в Таврическом дворце самое лучшее место, где конгресс коминтерна был, там же учредительное собрание, сидят в президиуме Ленин, Свердлов, все, поставили поездку дня и предложили во-первых признать советскую у вас, признать ее декреты, которые получили уже поддержку всего народа, трудящего все имеется в виду, конечно, народ и есть трудящийся, народ это рабочие крестьяне, производительный материальный благ, и после этого на этом считает учредительное собрание свою миссию выполненной, вот как было записано в резолюции, которую в Большевике в лице Ленина предложили учредительное собрание. Учредительное собрание не поддержало, это его дело, правильно? Большевики ведь собрали то, что обещали, они обещали собрать учредительное собрание? Обещали. Поставить вопрос, обещали, чтобы они оценили это учредительное собрание? Оценили, но если оно плохо оценивает декреты советской власти, а народ-то их уже оценил, эти декреты, вы что, у крестьян обратно землю, что ли, сходите забрать? Это не получится. Громадное большинство народа уже выступает за вот этот, за эти решения. Поэтому большевикам стало скучно, они ушли. Тут вам станет скучно сейчас слушать лекции, вы встанете и уйдете. А что я могу сделать? Нам не разрешено никакие меры принять аспирантом. Вы идете и все. А вот экзамен это да, это там другое будет. А отсюда раз и пошел. Что у вас? И что дальше? А дальше люди сидели, там охранники, они уже рабочий день тоже, они тоже трудящиеся, говорят, ну все, уже сколько можно сидеть, давайте уже как-то заканчивать будем. Матрос-железняк предложил разойтись, но те посмотрели, он-то с оружием, они-то без оружия. Вот придет человек с оружием, скажет, может еще посидим здесь, тогда вы и останетесь, а куда спешить? Не надо никуда спешить, когда люди с оружием. Это же люди, знаете, они просто, тем более оружие вроде на законном уже основании, ну правда законы еще такие предварительные, но уже есть. Короче говоря, пошли они правду искать, где они ее нашли? Они сначала в Юрославле там разглашали, что они считают большевиков узорпа, а потом они пошли, ну к силе надо какой-то приобщаться, а сила какая была самая большая тогда? Колчак. Они пошли к Колчаку. Колчак с ними лично не общался. Он как относился Колчак, который в общем-то настроен был на осуществление диктатуры ко всякого рода парламентским болтунам. Ну отрицательно. Ну они там болтали, болтали, да болтали до того, что он сказал посадите их в тюрьму. И посадили их в тюрьму. Они тогда стали вокруг другие кричать, оставшись, не всех же посадили, не все туда поехали, другие стали кричать, что это узорпацеры, это безобразие и так далее. А верховный правитель России, как он себя называл, дал команду, чтобы их вывели и расстреляли. Почему мы не отмечаем на какой-то день памяти по убиенным членам очередного собрания? Это же не большевики их. А Колчаку хотели доску пойти. Да он же виновен в этом, как можно. Поэтому доска не прошла у него через наши суды, через наш закон, не прошла. То есть они его повесили незаконно, а потом законно ее сняли. И нету доски. А почему? Человек убил этого членов учительного собрания. Ну не сам убил, а распоряжение дал. И не прямо уж такое распоряжение письменное, но он просто был правитель, а дальше при его власти люди его убили членов учительного собрания. Вот вы по ним оскорбите или нет? Я оскорблю. По членам учительного собрания. Зачем людей убивать? Большевики их отпустили и все. Они гуляли по всей России. Пальцем не тронули никого. Как трогать? Это члены сильно избраны. Большевики тоже их избирали. Ну, то есть участвовали в этих выборах и второе место получили. И, кстати, при формировании своего государства они посмотрели на то, что у них второе место и они первое? Они не посмотрели. А кто-нибудь... А какое место, допустим, было у французских буржуазных революционеров во власти? Да никакого места у них не было. Взяли и собрали освободили, открыли Басилию, народ пошел и начали голову рубить феодалам. Так что это все то, что касается классовой власти, она представляет собой диктатуру. И тогда советская власть, как вот, хоть ее говорят, тут советская власть, это власть большинства, да это все правильно, что она власть большинства. Но она по отношению к меньшинству это все равно диктатура. И по отношению к тем из большинства, которые поддерживают это меньшинство, поддерживают эксплуататоров, их всегда было много. У нас даже в войну были люди, которые поддерживали фашистов. Были? Были. Были полицайские, были люди, которые специально выдавали там тех, кто скрывался от фашистского режима и так далее, чтобы выслужиться перед этой фашистской властью. Ну и этих вот всех, кого нашли, тех покарали. Что мы в итоге получили? Мы все так с вами рассмотрели, так сказать, всю эту картину движения истории, и выяснили однозначно, что власть бывает либо диктатура буржуазии, либо диктатура полистрята. По сущности, а по форме нет. Форма может быть какая угодно. Вот в 1961 году Никита Хрущев, который был тогда первым секретарем Коммунистической партии Советского Союза, заявил на съезде, что, я сказать, диктатура буржуазии сжила себя, уже все, она не нужна больше. Социализм победил полностью, а тем более социализм победил полностью окончательно, хотя ничего окончательного в жизни не бывает в истории. И классная борьба прекратилась. А этот раз прекратилась, так хорошо. Вот я вам скажу, что не надо готовиться к экзамену, и так придете, и оценки получите. Это же хорошо. Чего плохого в этом? Нет, вообще, как это по старинке, обязательно нужно готовиться. Готовиться, думать, еще вопросы, вопросы отвечать. И здесь то же самое. То есть красота. То есть руководитель партийный, обратил в докладе по программе партийный. И в программу это все записано. И что у нас государство вообще народное. А что по этому поводу, так сказать, вожди идеологические коммунистов писали, тоже Энгельс писал, что соединение слова государства со словом народное это жареный лед. Пока оно государство, оно не народное. То есть государство правящего класса, диктатура этого класса. Когда оно народное станет действительно, уничтожено будет полностью класса, не будет различий между городом и деревней, людьми физического и умственного труда, не будет государства. Либо оно государство, тогда оно не народное, либо оно народное, тогда оно не государство. А что? А просто общественное самоуправление. И что, уже общественное самоуправление было, а еще Хрущев в других своих тезисах, которые были на съезде, говорит, что у нас через 10 лет будет построена первая фаза коммунизма. Что говорит о его полной безграмотности, потому что первая фаза коммунизма была у нас построена в 1936 году. Социализм это низшая фаза коммунизма. А вторая фаза через 20 лет. А тут вообще надо сказать, что ни один серьезный политик, идеолог никогда сроки для таких событий не назначает. Это все равно, что со Сталина требовали. Почему он не угадал, когда Гитлер наступать будет? Вот если до нас будет ядерное нападение Соединенных Штатов, вы почему не угадали, когда оно будет? Кто может угадать это? Потому что как может угадать тот, кто не делает нападение, когда нападут? А в донесении было тьма. И самых разных, и с разными датами. А в войне Советский Союз начал готовиться тогда, когда перешел на 7-часового на 8-часовый рабочий день снова. И в ударном порядке готовились пушки, танки, самолеты новые. И новейшие самолеты оказались лучше, чем у Германии. Это обеспечило победу. Так, поэтому мы уже добрались до того, что а сущность, следовательно, как раз, убираете сущность, к диктатуре партията, значит, придет государство какой сущности? Противоположный. А как это может получиться? А по форме же вроде нет еще буржуазии, вроде бы класс, не оформился он. Так он постепенно оформится. Главное, чтобы была сущность буржуазная. А сущность буржуазная свои формы скоро приобретет. Например, все вот те, кто составлял правящую верхушку, государственную партийную, они в один, они могли уже решать не в интересах рабочего класса, а в интересах своих собственных. Вот этого коллективного, этого общака, который теперь стал общаком, поскольку он не в интересах общества действовал, не в интересах рабочего класса, а в своих собственных. А следовательно, вот, собственно, это вот инорождающийся класс буржуазии. А дальше он только развивался. Значит, часть выделилась в отдельную частную собственность, а остальная, она так группой держится. Сколько у нас на государственных предприятиях, каков процент ВВП, который производится на госпредприятиях? Знаете, 70% по данным нашей службы антимонопольной. 70%. Это значит, вот, и они защищают друг друга, в том числе и ядерный зонтик есть вот этого, вот этого общего класса. А вот всякие Дерипаски, Габрамович, они все рискуют. Рыволовлев поехал в Монако, где у него футбольный клуб куплен. Думал, раз я купил там футбольный клуб, как я там буду себя вести, как господин Эврос, и в тюрьму. Потом на суд, потом отпустили, говорит, вас отпускаем, можете приехать в Россию, но будете возвращаться на суд. То есть все у нас, а этот бедный Абрамович, вам не жалко его, что как-то ему пришлось гражданство израильское брать, потому что как-то у него там плохо стало с его делами. Возьмут и арестуют. А как арестуют? Скажут, есть подозрение, что деньги у вас получены преступным путем. Ничего нету, подозрение есть. Пока мы вас просто арестуем, арестуем, это не значит, что у вас заберут эту собственность. Нет, это вас не заберут. Может, вы умрете, а еще рассматривается вопрос. То есть вы уже ее никогда не получите, но она не присвоена никем. А просто вот эти деньги берутся и даются взаймы, и получаются за них проценты. То есть на самом деле они вот вошли в кредитный фонд других банков. Тех банков, вы же сами в этот банк отнесли. Вы же сами за границу вывезли, из России. А что вы хотите? Вы вывезли за границу? А там диктатура тоже буржуазии. Не уже не российской. Так что вы имейте в виду. Там вот диктатура американской буржуазии, в Голландии голландской, во Франции французской. И у каждой своей банки они по-своему ведут себя. Вон как хорошо ведет себя французский капитал. цыкнул на французский капитал американский дядя и сказал, что никаких вертолетоносцев отдайте деньги этим самым русским. Я говорю, вертолетоносцы куда хотите девайте. Подарите он Египт. Ничего. И все. И денежки нам отдали. Как бы мы при своих интересах американский капитал нам деньги сохранил. Мы говорим, зачем вам эти вертолетоносцы? У вас ракеты. Зачем они? Несильно нам они не нужны. Тем более нам построить вертолетоносец ничего не стоит. Зачем? То есть мы видим, что эта диктатура уже проявляет себя и на международной арене. Что у нас не просто там есть море этих разных бурразных диктатур. А у нас уже есть ранжир. Есть большой диктатор, а есть маленький диктатор. И у себя там в каких-то частных вопросах можете осуществлять диктаторские полномочия, а в крупных вопросах вот имейте в виду. Вот приезжает Трамп в Европу и объясняет, что-то мало вы денег платите, что мы должны вас защищать. Давайте деньги, и мы вас будем защищать. А заодно и заставлять, потому что у кого мощная армия, тот не только защищать может, но и заставить может с помощью этой армии. Что и демонстрируется время от времени Ну вот мы разобрались с вопросом о государстве. Значит, было государство диктатуру буржуазии. Будет, если революция социалистическая, будет снова диктатуру буржуазии. А если снова такие лопухи будут думать, что будут разговаривать об общенародном государстве, снова у них отберут эту власть, потому что власть берут для того, чтобы ее отдавать. А кто-то, кто не удерживает власть, тот остается ни с чем. Мы как раз в прошлый раз рассматривали вопрос о политике. Политика что такое? Классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот тот класс, который держит в руках государственную власть, этот класс осуществляет диктатуру свою. Не удержал? Все отобрали. Теперь у тебя тройная задача. Надо сначала завоевать власть, тогда будешь ее удерживать и потом осуществлять. А кто ее уже завоевал, у него двойная задача. Удерживать. Для этого надо выбору проводить, так с народом аккуратно обращаться, чтобы это открыть. Большинство все время было у вас. и осуществлять свои интересы. Чтобы свои интересы осуществлять, надо, чтобы эти люди, которые вам добывают, обеспечивают прибавочные стоимости, чтобы они были в таком состоянии, чтобы ее вам постоянно осуществлять. Время от времени можно их подстригать. Во-первых, их подстригли в пенсионную реформу дважды. Если у нас средняя пенсия 14 тысяч и на 5 лет отодвинули пенсионный возраст, 5 лет это 12 умножить на 5, 60 месяцев. 60 месяцев каждый месяц вы получали, это меня не касается. Я уже в том возрасте, когда у меня пенсия есть. А вас касается, против вас направили. А я как бы безразличный такой, по интересам. Идея это я с вами конечно. Так 14 на 60 сколько будет? Сколько у вас денежек вы забрали? 14 тысяч умножить на 60. Так много забрали, что сразу не посчитаешь. Вот это чтобы легче вам было. Сразу забрали и не надо считать. А то растягивали это каждый раз на 5 лет до по 12 месяцев. Посчитали? 10 на 6 600 тысяч. На 60 месяцев 10 на 6 600 да еще 840 тысяч. Немножко это не добавленная стоимость какая-то часть ее, а сверху раз и налог. И уже если я вам продаю, а вы другой капиталист, вы уже по такой повышенной цене будете получать. вы скажете я пострадал, а мы вам вернем в конце квартала. Это называется возврат НДС. То есть люди, которые являются капиталистами, они идут, но следующий капиталист, вы когда свой сделаете, плюс еще НДС. И опять повышение. То есть идет такая машинка повышения цен, которая состоит в том, что просто приписывает. Это приписка. Но это такая приписка, что эти деньги сначала уходят к государству, потом обратно возвращаются. И вот конечный потребитель. Вы в магазине давно были? Когда? Вы чек читаете? Что написано в чеке НДС? Какая часть цены? Ну и сколько? Сколько с вас взяли-то? Да я не еще не не знаете, что 20% уже? 20% это пятая часть. Пятая часть цены всякие фирмы возвращаются, а вы не фирма. То есть вы неудачник. И я неудачник. И вот там неудачник. Вот мы неудачники пришли в магазины. Сколько неудачников у нас? Сотни миллионов. А удачников? А удачников у нас меньшинство. У них все хорошо. Это им не касается повышение НДС. А кто платит? А вот эти сотни миллионов сразу мы откидываем там 50-50-40-45 миллионов откидываем. Может это 10 они не ходят в магазин. А сотня миллионов ходят. 100 миллионов у них отняли в каждой цене отняли пятую часть. Вернее заставили платить еще пятую часть у них забрали. То есть цена на самом деле вот а платите бы вот вот причем то есть если вы у кого-то одному ограбили сразу будет шум крик в суд будут обращаться а если весь народ ограбить вот вы поскольку весь ограбляет ну не у одного же у вас взяли и у меня взяли у него взяли у тех взяли у всех взяли причем взяли увеличили мало того что в пенсию увеличили пенсионный возраст еще и деньги заодно а то у Дмитрия этого Медведева денег нет он говорит денег нет ну вы держитесь а сейчас мы у вас заберем еще денег и все равно вы держитесь а с кого еще забрать ну не брать же с миллиардеров у нас количество миллиардеров растет увеличивается 10 на 11 процентов в год а миллионеров на 10 процентов миллиардеров на больше процентов с них они берут у нас подоходный налог какой у нас подоходный налог какой плоский еще знаете какую-нибудь страну еще в мире вы пришли как они говорят в свободное общество но вы пришли с чем с плоским налогом где это есть еще в Грузию знаете сколько вот ее даже упоминал Владимир Владимирович если мы сделаем как в Грузии нам не хватит так в Грузии 20 процентов а больше нигде нет если возьмете вы Соединенные Штаты Америки там 33 максимальная ставка если возьмете Германию 40 ну и примерно 40 50 это так вот в Европе а во Франции до 75 вот если вы получили миллиард евро сколько вы заплатите 750 миллион ну грабеж вроде как так хорошо но вам останется тоже немало 250 250 миллионов вот это первый шаг но хорошие шахматисты думают не на один шаг а по крайней мере на два лучше на три а лучше на четыре а скажите вот второй шаг как известно Соединенные во Франции будут распределяться заказы государственные заказы кому кто получит заказы те которые мало сдавали которые много сдавали вы получите заказ какой и вы с него получите с этого заказа гораздо больше чем с вас взяли а вот он тоже сдавал но он не получит потому что он меньше сдавал кто больше сдавал тому больше и дадут эти деньги попадают куда в общую кассу капиталистов вы знаете в общей кассе капиталистов кто получает самые крупные заказы мелкие капиталисты или крупные крупные идет укропнение централизация и концентрация капитала Централизация, так сказать, в одних руках И в концентрациях, что они все крупнее и крупнее становятся, карли Так что, ну, нельзя считать, что там дураки сидят Что иностранные буржуазии дураки Они-то давно уже этим занимаются Они-то уже это все изучили Точно так же, как, скажем, в Америке Вот сегодня я читаю газеты, вот сюда еду Думаю, вдруг там что-нибудь такое, что я должен буду сказать товарищам аспирантам И там написано, собирая, собралась Федеральная резервная система США И думали, какой сделать ставку процента Не повысить ли ее Не пойти ли по пути, по которому идет гражданка Набиулина И что вы думаете, нарешали Ну вот не более 2,5 ключевая ставка А у нас сколько Не знаете В России живете А то есть вы, я понял, не берете кредиты Ну, пока нет Не много, там, 12 Не, не, не надо очернять капиталистическую действительность На езах вы многие очерняли Не, я должен защитить ее искать Не, ну что вы 7, 75 И обдумывали, уже говорят Ну, у нас вроде хорошо так все Может быть мы и снижать будем Но не снижать А те думают, может мы и повышать будем У них 2,5% Ну, от 2,25% до 2,5% Ну, может мы и повышать будем Но не повышать А наши думают, может снижать будем Но не снижать 7, 75 Ну, у нас никто не имеет права получить кредит в Центробанке Центробанк это орган, который может дать кредит только коммерческим банкам Вот создайте какой-нибудь банк «Звезда» или банк советский, который недавно разорился Как хотите называть А можете коммунистический банк Совкомбанк Советский коммунистический банк Как хотите называть Банк Ленина, Бак Сталина Это никого не волнует Как хотите называйте Ну, у нас сколько советских улиц И что от этого Там советская власть на этих улицах, что ли В чем проблема Короче говоря Идете вы в этот Туда А вас говорят Идите в коммерческий банк А коммерческий банк что делает? Он что-нибудь Где-нибудь добывает деньги? Нет Он берет в этом самом Он же перекупщик Он берет в Центробанке Накидывает в свои 7 И 7,75 плюс 7 Сколько? 14,75 Где 12-го нашли? 12-й нету А 14,75 не хотите? А вы знаете такие предприятия, которые Вот я иду тогда в этот банк Думаю, ну ладно Хоть и большая Я прибыль получу И с прибыли заплачу А прибыль я получу сколько процентов? Сколько, как вы думаете Норма рентабельности? То есть отношение прибыли к капиталу У наших банков Вот в промышленности не более 6 Ну и иногда бывает некоторые до 10 Значит, вот я самый хороший промышленник 10% у меня Я иду В банку любой Потому что везде Уже 14 75 Ну или 15 Ну 13 будет Я возьму Кредит И должен буду отдать эту сумму Ну 100 миллионов 100 миллионов отдать И еще 14% А я получу 110 И что в итоге Этой такой капиталистической операции Я буду в долгах У этого банка То есть я проиграю Ну что, я сумасшедший, что ли, брать? Поэтому никто Не ходит в эти банки И только люди совершенно безграмотные Экономически Вот у меня такая была встреча Беседа на интернете С Юлиным Который Который где-то прочитал Что вот чистая прибыль Она высчитывается после Вычета процентов Это после вычета процентов Если брали кредит То у нас никто не берет А кто будет брать? Нет, значит люди занимаются там Скажем, игровыми автоматами Или в игровых зонах Еще в игровых зонах можно заниматься У них там есть такие прибыли А если нелегально занимаются Продажей наркотиков То да Такие тоже у них А в производстве Почитайте промышленников Наших хозяйственников Они в один голос говорят Вы что? Нам кредит недоступен Вот товарищ Рыболовлев Нет, не рыболовлев Недрослев Рыболовлев это миллиардер Которого в Монако Посадили, а потом отпустили Недрослев Который является хозяином И генеральным директором Стангостроительного объединения Стан Который делает на мировом уровне Станки И 10% потребности Нашей российской Благодаряется А так у нас все иностранщина идет Вот он говорит Я не только не могу взять Не могу взять Кредит Для того, чтобы что-то построить И расширить Мы говорим Мы могли бы Расширить производство замков Чтобы не 10% 20, 30, 40, 50 Но мы не можем брать А второе Мы даже для оборотных средств Чтобы зарплату выплатить Секотом значит отдать Когда он Повлик бы получил И перекрутить То есть в один голос Все хозяйственники говорят Нет Вот спрашивается Диктатуру какого класса Осуществляет на Библина Она же государственного Роганка отставляет Поэтому иногда кажется Что у нас диктатура Буржуазии Российской А иногда кажется Что у нас по-прежнему Буржуазия Не российская диктатура Потому что Вот в гельцинские времена Как рассказывал Владимир Владимирович Будучи в Сямэне В Китае Что у нас В каждом Самом секретном Военном заводе В самых секретных цехах Сидели Американские специалисты Ну откуда они Специалисты Из ЦРУ За столиками На столиках стоял Американский флажок И они контролировали Все наше Военное производство С чем мы расстались Уже Такого уже нету И помните Мы за самые лучшие Наши ракеты Ракета Сатана Которая Десять разделяющихся боеголовок Ее распиливали За американские деньги То есть нам платят деньги Чтобы мы распилили Щит Оборонный щит Нашей страны А новые ракеты Сколько головок Вот у нас Тополь Моноблочный А этот самый Ярс Четырехоблочный Четыре А десяти То и нету Еще до советского уровня Не дошли Так что вот Но все равно Тем не менее Есть ракеты С разделяющимися боеголовок И никто уже не сидит Поэтому Некоторые освобождения есть А с другой стороны Вот Центробанк Осуществляет Ту политику Смотрите Одна и та же Федеральная система Которой подчиняется Наш Центробанк Делает так Чтобы американскую промышленность Стимулировать Два и двадцать пять Процента До пяти До двух с половиной А вот здесь Чтобы душить Российскую И это правильно Вот если бы вы были Капиталист Крупный А я был бы мелкий Что бы вы со мной делали Ну у нас же Конкурентная борьба Но если вы сильный Так вы меня съели А если я Стал сильный Что я должен сделать Но я не прямо Вас буду есть Я могу вам предложить Вот у меня будете Генеральным директором Или помощником Или зам Генерального директора Но капитал ваш Я заберу Ну что ж вы хотите Вы что за конкуренцию А конкуренция Кто побеждает В конкуренции Кто сильный Тот и забирает У вас другой принцип Вот сейчас у нас Смотрите Дмитрий Анатольевич говорит Надо помочь Мелкому бизнесу Непонятно Вот если я капиталист И у меня диктатура капитала Почему я должен Помогать мелкому Вот я Вот если вы создали Диктатуру капиталистическую Буранную Чего вы помогаете Вот этим Отщипенцам Которые Мелкий бизнес Которые не могут подняться Это же неудачники И пусть неудачник плачет Диктатура же Означает Что неудачник плачет Почему надо помогать Не лучшим А худшим Вот объясните мне Мне непонятно Есть Чтобы мелкий бизнес Сначала Заработал денег А потом Крупный бизнес У него Сиденьки отобрал Так и делается Ему сначала Вот вы правильно Рассуждаете Мне нравится Вы очень Очень диалектически Поступили То есть мы даем Возможность Вдохнуть Он-то Ничего-то Вдохнет И денежки Так раз Вот смотрите У нас ларьки Стояли Помните Потом раз И порезали Привали Синеванни Которые Поддерживают Мелкий бизнес Она их поддержала Волгарками Потом Собянин Вы приезжали В Москву Там в Москве Как подойдешь К метру Там ларьки Подходы Все подземные Переходы Все можно купить Все было И все оформлено И все Свидетельства Собственности И все Разрешения есть На землю И туда Приехали И экскаваторами И гульдозерами Это все Снесли Это что такое Это поддержка Мелкого бизнеса Как вот вы учили То есть сначала Дать ему Пусть он поднимается Накопится Потом деньги забрать А раз деньги забрать Цены-то вырастут После этого А раз цены вырастут Значит снова Это и будет Самая поддержка Мелкому бизнесу То есть При низких ценах Вы ничего не можете сделать Не можете конкурировать Со мной При высоких ценах Вы будете Все равно Что-то можете сделать Что сможете продать Вот вам поддержка Радуйтесь То есть Вы должны радоваться Повышению цен Потому что Повышение цен Это поддержка Мелкого бизнеса И прямо Вот Ленин В книге Империалин Как высшая стадия Капитализма Показывает Что При империализме Снова этот мелкий Капитал Мелкий Буржуаз Начинает подниматься Почему Потому что Вручную Можно уже делать Такие вещи При которых Получать доход А раньше Надо было Когда цены снижались Когда капитализм Был в молодых годах Когда они снижались Это полное разорение Все у кого плохо С производством С технологией И так далее Разорялись А сейчас можно И вручную Что-то сделать И тоже продать Красота Поэтому мы За империализм За монополистический Это высшая стадия Капитализма Чего у нас Толкаете к низшей Ну вот Мы сегодня Рассмотрели Вопрос О государстве И права А право Как мы знаем Это возведенный В закон Воля Господствующих Классов И без всяких Исключений Скажем Вот вам Хоть социалистическая Конституция Сначала власть Взяли И потом сделали Конституцию В восемнадцатом году А хотите Вот нынешняя Конституция Что было Сначала Конституция Потом Ельцин Стрелял по белому Дому Или сначала Стрелял по белому Дому Потом Конституция Не помните Вот я то помню Я был членом Конституционного Совещания От РКРП Сидел в этом Мраморном дворце Слушал И ушел Вместе С теми Кто протестовал Что не дали Председателю Верховного Совета Хасбулату Вообще Говорить Стали хлопать Крышками Этих самых Столов И такой Грохот Устроили Что Вообще Ну какая Конституция Какая Демократия Когда Не дают Говорить Приседателю Верховного Совета Это они Не давали Говорить А потом Пострелял Ельцин А потом Провел Такой Общенародный Опрос Вы Принимаете Конституцию Российской Федерации Вот Для вас Еще Стреляли По Белому Дому Сейчас К вам Обращаемся Принимайте Это вопрос Не юридический Это Потому что Конституция Это проекты Такие Кто за какой Проект Голосует Ни один Проект На голосование Не ставился А вопрос Принимаете Конституцию Это если вы скажете Что вы против Конституции Ну это вам Надо тоже Стрелять По вас Как по Белому Дому И все Поэтому сначала Власть Потом Конституция Никогда Наоборот Не бывает Ну и Говорят Вот вы Затронули Тему Легитимности Поскольку Та власть Которая Низвергает Предыдущую Она объявляет Нелегитимную Всю ту законность Которая Есть Устанавливает Новую законность Вот легитимность Поэтому Насчет легитимности Не беспокойтесь У кого силы У того Легитимность Будет Ну не сразу Все оформится Вопрос есть? Вот Да По поводу То есть Если Сущность Государства Диктатура 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 Правящего Класса Это сущность Ну да Формы Нет Диктатура Правящего Класса Ну вот Собственно Коммунизм Да Просто Если Когда пролетает 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 Стараемся Правящего Класса Не кончилось Оно Остается Опять Вас Н HIV Будете Нарушать Волю Класса Значит Вас Будут Подовлять В Какой Части В Той Части В какой Вы Нарушаете А В ТAY Нарушение Крупное Нарушение Крупное Наказание Вообще Пойдете Против Ну Как Серьезное Будет Наказание То Есть Государство Не Имеет С Своего Собственного Смысла Смысл Его Только В том Что Он Осуществляет эту волю класса. А если никто против этой воли класса уже не выступает, а кто будет выступать, если классов не будет? Государство отмирает. Поэтому государство не отменяется, оно отмирает. То есть, если убийцы не убивают никого, перестали. Не хочется этим убийцам никого убивать. Смертная казнь не надо вычеркивать из закона, она не применяется. Скажем, если за грабеж, не будет грабежа, не будут банды ходить, нападать и отнимать. В законе остается, это тоже норма, засыпает. Если не будет бандитов, засыпает. Остаются мелкие воры, которые, вот пойдете в трамвай, там будет толкучка, и вас из кармана вытащат. Эта норма сохраняется, она будет применяться, пока не перестанут воровать. Как только перестанут, и этого не будет. То есть, постепенно одна за другой нормы засыпают. И государство засыпает, умирает. То есть, государство не отменяется, оно отмирает. Не будет управления обществом, оно как-то... А государство — это не управление обществом. Это применение силы при управлении обществом. Для того, чтобы вами управлять, мне что, надо по голове вас обязательно бить? Нет. Не обязательно. Вот у нас уже пример есть. Хоть у нас и государственный университет, но мы же как вообще-то управляем аспирантами, не так, что мы их... Вы прекрасно понимаете, что никто вас там преследовать на экзамене не будет. Что все нацелено на то, чтобы все это было... Вы разумные люди и так далее. Это, так сказать, оно витает, государство так. На всякие случаи просто. Потому что есть всякие эксцессы. Вот в случае этих эксцессов, ну, у кого-то выгонят. Вот и все. Вот так. Это очень важно, что оно... Государство не отменяется, оно отмирает. Нет нарушений, нет наказаний. Нет наказаний, ну... А государство — это сфера принуждений. Нет Польши принуждений, нет государства. А что будет? Коммунистическое общественное самоуправление. Ну, то есть, то, что раньше называлось государством, может называться... Вы участвуете, я участвую, все участвуем. Меньше работаем, больше участвуем в управлении. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok